Свой 30-летний юбилей отмечает благотворительная организация, которая помогает детям, оставшимся без попечения родителей. Свою работу детская деревня СОС начала в поселке Томилино, когда первый ребенок переступил порог нового дома. Сейчас по всей стране создано уже шесть таких деревень. Тему продолжит наш корреспондент. Первая в России детская деревня СОС в Томилине – это 12 домов, в которых сейчас живут 45 детей. Одна из главных задач таких организаций – дать ребенку любящих родителей. Каждая семья сама устанавливает правила, традиции и налаживает быт. Дети ходят в обычные школы и детские сады. И за 30 лет из этой деревни выпустили больше 140 мальчиков и девочек. Томилинская детская деревня – это не только она оказалась в географическом центре, она не только оказалась самой первой, но и она стала своеобразным сердцем детских деревень, и поэтому для нас каждый день рождения очень важен и значим. Наш принцип, он заключается в том, чтобы люди себя чувствовали как дома и жили в обыкновенном доме. Одна из главных задач, чтобы ребенок, он интегрировался максимально в общество, и он рос, как все дети, ничем не отличаясь от других детей. Одни из приемных родителей – Татьяна и Дмитрий Шемякины. Проживают на территории деревни два года. Татьяна предложила свою кандидатуру на роль приемной мамы после начала специальной военной операции. Сейчас они с мужем, а родители – 12 приемных и двоих родных детей. Мне позвонили, сказали, есть дети, 9 детей, все кровные от одной мамы. Ну, я, конечно, с мужем посоветовалась, сразу мы как-то дружно приняли решение взять детей на воспитание. Пока не попробуешь, не поймешь. То есть, я скажу даже, какие сложности и трудности есть, они реально, они счастливы. Это совсем другая жизнь. 14 июля 2024 года будет у нас ровно два года, как мы находимся на территории детской деревни, и с составом такой большой семьи. А супруги Елена и Владимир Галатюк живут в деревне с 2014 года. За это время они выпустили во взрослую жизнь двоих детей. Сейчас на попечении пять мальчиков и пять девочек. Супружеская пара называет себя счастливыми родителями. Уметь слышать их, вы знаете, я каждый вечер провожу с ними время, полчаса минимум, когда ты общаешься и ты слышишь, у них не боль, переживания. Они начинают открываться, начинают, можно сказать, искать помощь, поддержку с вне. В честь юбилея для детей подготовили праздник. Аниматоры, командные игры и мастер-классы на свежем воздухе. А изюминкой стала ярмарка. Сейчас на территории Томилинской детской деревни проживают 12 семей. Каждого спросят и каждый ответит. Речи стены не найти на планете, а он на домах, как маяки. Там ждут родные люди. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.